И вновь мошенничество в сети. Сыровчанка заказала себе лыжные ботинки за 27 тысяч рублей через социальную сеть ВКонтакте. Внесла стопроцентную предоплату, однако товар ей так и не прислали. Страничка функционирует. Есть люди, которые заказывали через эту страницу товар и получили его. Но гражданин не отказывается вернуть денежные средства. Говорит, что пока обстоятельства не позволяют. В этом случае есть вероятность, что деньги вернутся хозяину и история закончится хэппи-эндом. А вот владелица участка садового общества «Красная звезда» повезло меньше. Женщина оставила без присмотра семь рулонов сетки рабицы, чем и воспользовались злоумышленники. По всей видимости, проникли через забор. Ущерб составил около 15 тысяч рублей. Минувшие праздники сказались на статистике дорожной полиции. Сразу шесть водителей на прошлой неделе были задержаны за езду в нетрезвом виде. Некоторые из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования. А пассажиры, задержанные в новом районе иномарки, и вовсе оказали сопротивление сотрудникам ГИБДД. Стражам дорог даже пришлось вызвать подкрепление. На улице Курчатов, напротив дом 31, была задержана автомашина Долж под управлением водителя, который имел признак алкогольного пенения. По результатам исследовательства, алкогольное пенение было установлено. На него был составлен соответствующий протокол. Сейчас полицейские выясняют подробности происшествия. Из-за сопротивления сотрудникам ГИБДД пассажиры понесут административное наказание. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.